Чеховский рынок В мировой войне Чеховский рынок и прилегающая улица Чехова благоустроили. Повелся закрытый павильон, а на улице был разбит сквер по проекту архитектора Любимова. Весь ремонт уже был обшарпан. И вот это строение пристроек, где были точки, где можно найти все на свете, как я говорю. Ну вот все это было сделано из самодельного, все не по стандартам, не было какого-то единого дизайна кода, не было какой-то атмосферы одной. И это, конечно, вызывало такое ощущение обшарпанности, такого, знаете, уже потрепанности. И необходимо было пересмотреть как раз-таки и само здание, и вообще как бы сценарий использования функциональной зонирования территории. Конечно, вопрос был времени о его закрытии и как раз-таки, наверное, обновления. С 2016 года хозяева объекта и их финансовые возможности менялись, поэтому работа и развитие рынка приостановились. Сейчас рынок выглядит заброшенным и унылым местом, облезла штукатурка, побитые окна и пустота. Но раньше рынок был оживленной точкой, где многие встречались, общались и могли приобрести продукты и хозяйственные товары, что было особенно удобно для пожилых людей. Я думаю, что проект интересный. Во-первых, он стилистически очень здорово, что они сохранили это сооружение, потому что это действительно гордость, интересно его изучать, смотреть. И сохраняется достопримечательность. И второй момент, что они все-таки используют такие приглушенные тона, серо-белые, что он вписывается в ближайшую застройку определенную. Все-таки нужно понимать, что это территория исторического центра. Там раньше были особняки с различной усадьбой. И очень деликатно они попытались достроить все-таки здание. Там идет вопрос не только реставрации, восстановления самого объема здания, но также и его пристройки определенных ему строений дополнительных. Проект реконструкции от архитектора Олега Маклакова кажется многообещающим и направленным на сочетание исторического наследия с современными потребностями города и его жителей. Восстановление главного шатра и создание новых пространств, таких как фудкорты и галереи, может превратить рынок в живое динамичное место, которое будет служить не только торговой площадкой, но и центром городской культуры и общественной жизни. Планируется также добавление двухэтажных торговых рядов, вдохновленных архитектурой времен СССР. И возможность использования внутреннего двора для мероприятий различного формата, включая лекции и презентации. Реконструкция чеховского рынка может стать примером отличного сочетания традиций с инновационными подходами к организации городского пространства. А вот что воплотятся идеи, мы увидим дальше. Валерия Исовомглова, Тимур Ахметов, Универ Новости.